Тебе кажется, что ты сейчас снимешь этого человека бесплатно, и он тебе приведет кучу клиентов. А получается, что ты его снял бесплатно, он потом опять к тебе хочет бесплатно. Если ты будешь продолжать это делать, к тебе будут приходить те же самые бесплатные клиенты, которые, по сути, приводят к этому тупику, что тебе нечего есть, точнее, не на что, да? И ты думаешь, ну, наверное, фотография это уже не мое. И можно было, конечно, отступить, что вот, мол, сейчас не тот момент. Ты, наверное, шагаешь как в пропасть, а потом под тобой появляется эта земля. О, они зарабатывают 200 в час, это класс, я тоже так хочу. Мол, типа, ой, мне надо было быть тоже фотографом. Но люди не знают, что ты 7-8 лет, только как бы, ну, сейчас к этому начинаешь подходить, что у тебя вот есть работа. Они-то видят, что у тебя просто есть работа, и ты берешь 200 в час. Всем привет! Меня зовут Лена Плотникова, вы на канале «Приехать в США», где я разбираю бизнес и профессию русскоговорящих ребят в Америке. И сегодня поговорим о самой распространенной профессии фотографа. Мы разберем, какие ошибки совершают начинающие фотографы в Калифорнии, как работать с американцами и открыть собственную студию. Будет очень много прикладной информации, так что смотрите выпуск до конца, подписывайтесь на него. Ну, а мы поехали! Саш, профессия фотографа здесь очень распространена. Многие приезжают и сразу хотят работать в фотографии, в виде оператора, им становятся блогерами. Многие над этим шутят, что в Лос-Анджелесе всегда... Ой, фотограф, да, все здесь фотографы. Ой, оператор. Да, все здесь. Ой, кейбордисты. Да, все здесь кейбордисты. В общем, люди часто обесценивают в том числе эту профессию. И выбор людей, которые сюда приезжают в мир, они занимались в России. Но поскольку концентрация таких творческих личностей здесь намного больше, получается, что тут каждый второй занимается примерно этим. Ты давно начала заниматься фотографией, еще до такого потока эмиграции. Скажи вообще, почему и как это случилось, и почему ты до сих пор остаешься в профессии? Угу. Скажу так, тут, наверное, всех много. То есть нет такой ниши, когда ты бы пошел, и там было бы меньше докторов, юристов, риэлторов. Очень много. Так же, как и фотографов. В России я фотографией не занималась. Я приехала и случайно, можно сказать, попала в компанию, которая занималась фотографией на мероприятиях и в ресторанах. Вот с этого начался мой путь. Мы фотографировали, печатали эти фотографии, продавали эти фотографии. Я вообще ничего не знала. Нам показали автоматические настройки и кнопку, на какую нажимать, и как там фокус ловить, выстраивать, приближать, удалять. Ну и такую базу. И вот снимала, снимала. И потом только уже, знаешь, поняла, во-первых, что мне это нравится. Сама начала в настройках что-то менять, узнавать, познавать. Уже перестала снимать на автомате. И вот с тех пор и пошло, что мне стало это интересно. Потом кто-то попросил, а вы можете нас снять в другой день, да, с семьей или там наше мероприятие. И вот так и начался мой путь, что я начала там, во-первых, брать другую работу, там экстра от компании, а потом взяла какую-то старую камеру моего мужа, который был тогда еще молодым человеком. И вот так вот потихонечку там на полузеркалку начала снимать, потом друзей, потом какие-то маленькие заказики дешевые. И вот так и началось это все. То есть просто из-за того, что ты работала в студию, пошел уже сарафан, и люди начали о тебе узнавать как о фотографии. И, собственно, это тоже может быть путем для людей, которые приезжают и не знают, как себя здесь, фотограф, развивать. Ну да, это была такая кампания на мероприятиях. И просто когда людям нравился результат, хотя ты еще себя не ощущала никаким профессионалом вообще, да, они просто там, ой, нам нужен еще фотограф на другое наше мероприятие, можете ли вы прийти уже отдельно? И вот таким образом, как-то по чуть-чуть, да, сарафанного радио это все началось. Ты, во-первых, понимаешь, что тебе это нравится. По чуть-чуть приходят деньги. Опять же, да, не так, чтобы ты прям сразу начал себя содержать на этом. Но все равно ты понимаешь, что это интересно, и я могу продолжить этим заниматься. Как давно ты решила открыть, собственно, свою студию? Насколько легко или сложно тебе было принять это решение вообще? Мы открыли ее года два назад только. И, слушай, это всегда, наверное, такой момент, когда ты, может быть, не готов. Ну, всегда что-то. И тогда еще начался коронавирус, все эти, как-то скажем, закрытия, да, всех бизнесов, карантин, да, эта вот отсидка дома. Это все было в тот момент. И можно было, конечно, отступить, что вот, мол, сейчас не тот момент. Но я все равно рискнула при помощи, с поддержкой моего мужа. Все-таки какая-то его такая вера в меня. Очень всегда приятно. И, конечно, все равно, ребята, если вас не верят, вы все равно продолжаете делать. Но когда вас верят, это еще гораздо как бы круче и приятнее, и легче это все делать. Но я была не готова, было страшно. Было казалось, что сейчас еще не время, надо еще больше раскрутиться, иметь больше работы, чтобы как бы сделать такой новый шаг, знаешь, на новую ступень. Но скажу так, ты, наверное, шагаешь как в пропасть, а потом под тобой появляется эта земля. То есть, ну, был такой момент, что ты сначала делаешь, а потом уже справляешься с этой ситуацией. И, наверное, если бы не она, может так было оставаться на том уровне очень долго еще. Ну, или вообще перестать. Или вообще перестать, да. Очень трудно развиваться. Саша, очень многие фотографы, особенно в ЛА, не снимают своих студий. Они могут арендовать место, они могут бесконечно снимать на улице, искать локации на час, на полчаса, снимать в собственных квартирах или, например, не знаю, выйти на какую-нибудь крышу. Ты сняла студию, которая у тебя уже, я тебя знаю, куда-то полтора, и все это время существует студия. Зачем тебе нужно так себя обременять? И как ты ее используешь? Потому что ты все равно должна оплатить аренду, должна как-то думать, чтобы она у тебя окупалась. Это немножко больше ответственности, чем у тех фотографов, у которых нет такой студии. Им легче реально найти место, заплатить и не думать вообще ни о чем. Да, это правда, но как-то, наверное, пришел такой момент, что сначала я начала об этом думать и оставила эту идею, потому что это было после праздников, Новый год. И, в общем, подумала, подумала и забыла. И где-то через три месяца мне муж говорит, слушайте, я нужна студия. Я говорю, а ты это с чего взял? Ну, то есть мы это не озвучивали, не обсуждали. Он говорит, ну, а сколько можно бегать? Ну, вот это вот он называет бегать, что типа ты не определилась, у тебя нету как такого, да, базы, и ты, в общем, ходишь и ходишь, то есть как-то не совсем серьезно. Он говорит, много фотографов, а студия не у всех. То есть он пытался тем самым меня убедить, что студия поможет как бы более себя точно идентифицировать, что это будет уже не просто фотограф как бы в массе, а это уже будет что-то серьезное, и плюс это, конечно, еще более серьезный посыл, то есть у тебя уже там аренды, да, как ты говоришь, то есть сто процентов надо не бегать, где-то искать какую-то другую работу, если нет фотосессий, а уже конкретно заниматься в этом направлении, фотографировать, да, искать еще больше клиентов. То есть, наверное, был таков посыл. Что сейчас ты делаешь в этой студии? Только ли ты проводишь свои съемки, или ты как-то ее еще используешь? Не может быть, что 30 дней в месяц у тебя каждый день съемки полный график? Ну да, конечно, в идеале, наверное, сейчас вот у нас в студии два года уже под нашим, так скажем, менеджментом. Я прихожу к мнению, что хочется снимать только самой, но делать какие-то более крупные проекты, то есть там, не знаю, ну не пять дней в месяц, конечно, работаешь и все, окупаешь, но там работаешь, и этого хватает на на все расходы, да, на себе зарплату и на окупание этого помещения. Сейчас, конечно, так еще не происходит, поэтому мы сдаем ребятам другим в рент. У нас в основном постоянные клиенты, которым мы доверяем, так как у нас студия небольшая, да, и такая как бы частная, нам очень важно, чтобы это были хорошие, адекватные люди, так как тут оборудование дорогое, которым я сама пользуюсь, поэтому и она как-то сама так, знаешь, притягивает людей, которые вот профессионалы, адекватные, постоянные, вот поэтому мы и сами снимаем, и мы сдаем ребятам в аренду. Ты еще для своих съемок постоянно меняешь декорации. Да, такое бывает, когда мы придумываем что-нибудь тематическое, но в основном, конечно, я не сильно нацелена на семейную съемку, как так пошло, что у меня есть семьи, это в основном клиенты, которые со мной уже очень давно, и я просто до сих пор их веду, то есть если им нужна какая-то от меня съемка, я провожу это для них, и мы как бы вместе, знаешь, кайфуем от процесса. Но в целом, новые клиенты у меня в основном либо портреты профессиональные, либо какие-то фэшн-съемки, и либо арт-съемки, которые я сама продюсирую, вот мы придумываем декорации, все это обставляем, и это в основном на какой-то короткий период времени. То есть я как пытаюсь, и все равно, да, несмотря на то, что у меня есть свое место, и ко мне приходит клиент с каким-то определенным запросом, он говорит, я хочу вот так, и так, и так. Я прекрасно понимаю, что студия у меня не интерьерная, у меня тут нету, у меня есть диваны, конечно, но тут нету ничего такого, чтобы могло бы сыграть под интерьер дома или офиса, да. Поэтому я легко, ну, соглашаюсь на то, чтобы найти какую-то другую локацию, это будет мне проще, как ты говоришь, снять где-то место, час-два отработать, и эти декорации мне больше никогда не пригодятся. Вот, если, конечно, это арт-проект, и такого нету в Лос-Анджелесе, то, что я хочу, мы собираемся с визажистами, стилистами, ты бы даже однажды у нас поучаствовала как модель, и мы придумываем сами эту инсталляцию, покупаем, где-то берем, все это устанавливаем и снимаем проект. Расскажи, пожалуйста, у тебя очень много, мы покажем потом, разных фонов, они просто расположены по всей студии, как вы это используете, для чего, и, может быть, этого достаточно, чтобы проводить разного рода съемки? Фоны, это, наверное, такая база, они очень много, ну, для чего могут быть нужны, на самом деле, даже вот белый и черный, это такой прям must-have, что должно быть, потому что белый, это и там портреты, это все лукбуки, да, вот эти вот фэшн, у нас бывает, снимают детский конкурс красоты, они приходят и только берут белый фон и целый день на нем снимают девчонок в разных платьях для как портфолио, разные разноцветные фоны тоже, либо для фэшн-съемок, либо для портретных, но для портретных, если это только портреты, человек не будет снимать в полный рост, то у нас есть еще короткие фоны, но в любом случае длинные очень всем любимы, потому что ты можешь снимать портрет, потом ты решил, что можно захватить крупный план, и поэтому да, разные цвета помогают как бы влиться в атмосферу, плюс ты можешь, говорю, принести какие-то доп-декорации, которые еще дополнят образ к этому. Саша, я очень всегда так скрупулезно подхожу к своим героям, потому что я хочу показать вообще сколько уходит у них затрат, выгодно ли это, не выгодно. Многие герои признаются, что я вообще бы не открывала сейчас, у меня есть такие выпуски, я бы не открывала свой бизнес, знаю, сколько будет с ним проблем и сколько я потрачу и не получу доход, постоянно ухожу в минус. Скажи, пожалуйста, за сколько ты снимаешь такую студию, сколько стоит вот все оборудование, которое у тебя здесь есть, у тебя очень много света разного, у тебя очень много тех же фонов, и плюс ты тратишь на декорации. Соответственно, ты не сможешь, я думаю так, я предполагаю, декорацию использовать не знаю, сто раз, два года, это постоянно изменяющаяся система, ты должна ее поддерживать. То есть, когда мы только начали искать студию, то есть появилась сначала идея, потом мы начали уже искать, куда-то надо двигаться, и мы начали смотреть места, которые могли бы подойти в помещение под студию. В даунтауне очень много студий, и как сейчас я узнала, там говорят дешевая аренда, насколько дешевая, и что для людей, какая сумма дешевости, я не знаю, потому что я там не планировала открывать, так как там и так очень много конкуренции вокруг. А именно здесь у нас, вот в долине, очень мало студий, или даже может быть, я не знаю, да, действительно, может быть, одна или две, поэтому мы искали здесь, мы здесь живем, чтобы не надо было там час ездить до работы. И были цены, например, три с половиной тысячи долларов, и это было начало карантина, то есть мы ожидали, что будет спад цен, там это вот в март, как раз, когда все это начиналось, три пятьсот, и я прекрасно понимала, что я не хочу отдавать весь свой заработок только на аренду, потому что, ну, в общем, не просто это, да, то есть три пятьсот мне не понравилось, потому что это еще плюс разные билы, то есть как оно там, счета, счета, расходы, это будет еще до четырех тысяч, может быть, четыре пятьсот, да, не надо забывать еще про аппаратуру, и это как-то идея отпала. И сейчас я недавно начала искать тоже новое место, ну, для интереса, знаешь, там хочется и окна, хочется расширяться, всегда хочется расширяться в бизнесе, и мне насчитали примерно за такой же объем десять тысяч долларов, и я так, а, угу, я вам перезвоню, то есть, ну, это немножко многовато, хотя, конечно, сейчас там идет всякая инфляция, может быть, это станет уже более нормальной суммой, да, с этой студией мне, можно сказать, повезло, это как, знаешь, ты, опять же, дал посыл, оно как-то судьбой все свелось, я эту студию, сориентовала для какой-то съемки, хозяин что-то прибежал, ему было некогда, он убежал, оставил меня с фонами, а фоны были просто в кучу свалены, и я даже не знала вообще, как это все устанавливать, на самом деле, до своей студии, и он говорит, а мне, говорит, некогда ты задержалась, мне надо уже бежать, я думаю, блин, я же сняла студию, заплатила деньги, как, что, там висел черный и красный фон, и мне нужно было снимать семью, хорошо, что они были мексиканцы, и, в принципе, для них красный и черный, ну, одни из любимых цветов, поэтому семейный портрет на черном и красном фоне, они как бы нормально к этому относятся, если это были бы, конечно, русскоязычные, ну, мало бы, наверное, кому понравилось, именно вот такое, знаешь, готическое, и я подумала сразу после первого дня, что, может быть, спросить человеку некогда, студия как бы грязная, везде завалы, может быть, она ему не нужна, вот, с этого и началось, что я у него спросила, он меня сначала отверг, сказал, я, говорит, не планировал, а потом сам же мне через день позвонил, сказал, давай, да, давай разговаривать, и вот так и началось, и, наверное, благодаря тому, что я взяла студию, которая уже здесь была, хоть не в сильно активной фазе, да, но все равно это уже место, это аккаунты на интернете, то есть это уже был рабочий инструмент, это, наверное, очень хорошая была помощь, и хорошая цена, благодаря этому. А сколько он тебя тогда попросил, учитывая, что он тебе дает еще площадку, например, там же Инстаграме? Да, то есть, получается, мы взяли его лиз от менеджера, то есть он тоже ориентовал эту студию, мы заплатили вот менеджеру этой площадки за съем данного помещения, а всю аппаратуру, она, конечно, не сильно новая, точнее, не все тут было новое, не все фоны были полные, много чего пришлось выкинуть, мы заплатили ему 8 тысяч долларов, просто за все, что тут было, вот просто за все, вместе с аккаунтами, что, собственно, очень хорошая сумма, потому что, опять же, если ты открываешь там на Google аккаунт, на Yelp, да, это вот площадки американские, оно все только со временем начинает работать, ты откроешь новое, ты это вкладываешь еще бесконечно, да, бесконечно вкладываешь, и даже реклама, она не столько хорошо работает, потому что ты все равно в топ не выходишь из-за новизны аккаунта, то есть, чем старее аккаунт, это, ну, гораздо лучше, я два года работала вообще без рекламы, то есть, я не рекламировалась ни на Google, ни на Yelp, к нам сами, к нам сами люди приходили ориентировать студию, и вот, потому что они знали, что здесь есть место, куда они могут прийти, и это был классный такой момент, потому что это карантин, да, все там не работают, все в кризисе, а люди все равно сюда шли, и нам, как бы, хотя бы мы окупали это место, вот, никогда не было в минус. Подожди, 8 тысяч заплатили за оборудование, только оборудование, и за, собственно, страницы на Yelp, и в Инстаграме, и так далее, а в месяц, сколько сейчас выходит по студии, и поднимают ли вам цены, например, да, менеджер поднимает каждых полгода, то есть, я уже с ним подписала отдельный контракт, и сейчас это 2000 долларов в месяц, мы вот недавно разговаривали с ребятами, с фотографами на встрече, они были удивлены, что это очень маленькая, на самом деле, сумма, потому что, да, я сама позвонила в новое помещение, говорю, я хочу там узнать, и мне высказали 8-10 тысяч, ну, и больше, вот, то есть, совсем другие цены. когда люди слышат, что это под коммерческую какую-то деятельность, они еще и повышают, потому что, ага, ты будешь с этого зарабатывать, значит, и нам, пожалуйста, больше платить. Да, но на самом деле, хоть там, например, кажется, по сравнению с 10 тысячами, уже не так много, но все равно, это, должны быть определенные объемы, чтобы начать зарабатывать, потому что расходов тоже очень много, то есть, в наш вот рент, да, помещение, свет, газ, что там еще, свет, газ, интернет, оно ничего не включено, это все отдельно, и оно еще дополняет вот эти экстра расходы, плюс, мы начали делать рекламу, потому что, я подумала, что вот мы уже вышли из карантина, хочется наращивать объемы, да, хочется там стопроцентную занятость, хочется и своих съемок побольше, плюс там вот, тысячу-две еще на рекламу, поэтому расходов, ну, тоже достаточно. Ты сказала еще, что ты сдаешь другим клиентам, другим фотографам, которые могут спокойно снимать в твоей студии, тоже можем пройти здесь по ценам, чтобы понимать просто, сколько должны тратить фотографы, для того, чтобы сделать какую-то съемку в студии, и они же эту сумму, я так понимаю, закладывают все равно в цену для клиента. Да, в принципе, мы все равно, когда делали ценообразование, мы взяли цены и прошлого владельца, немножко подкорректировав, чтобы, потому что, например, если он сдавал студию, он приходил, открывал и сразу убегал, то есть он не тратил на человека, который здесь находится, на помощника. У нас есть всегда сотрудник, который помогает опытному или неопытному фотографу как минимум установить фон, размотать, подсказать, как работают наши лампы, либо это вспышки, либо это постоянный свет, то есть еще идут расходы вот на эту часть. Но все равно проговори, пожалуйста, сколько они платят за то, чтобы, час здесь. Я ушла в другом месте. Общая такая цена, наверное, по рынку, сейчас в будни это 40 долларов в час, но опять же, если человек возьмет на большее количество часов, там, например, на 4 и больше, то это станет дешевле, 35 долларов в час, и бывают такие, кто снимает у нас студию на целый день, это будет 30 долларов в час. Вот, на выходных примерно то же самое, просто на 10 долларов все выше, то есть 50, 45 и 40. Почему на выходных выше? Спросы у вас больше выходных? Да, некоторые фотографы работают еще на другой работе, то есть постоянка понедельник-пятница, и получается, чтобы вот выровнять этот баланс, чтобы не только был завал на выходных, но вот кому-то подешевле, он может на буднях, и поэтому такая вот верификация. Саш, очень многие ребята, особенно в последний год, которые приезжают сюда и хотят быть фотографом, если они были, например, в своей стране, потому что они, готовясь к переезду, видят, что здесь фотографы могут зарабатывать от 200 в час, там 150 в час и выше, может дойти вообще там, не знаю, до любой разумной суммы. Ну да. И, соответственно, ребята думают, что они приедут, у них же есть опыт, у них уже есть наработанная портфолио, у них есть камеры, что они точно так же могут влететь в этот же ценник и зарабатывать нормально в своей профессии. Но такого не происходит. Я знаю очень многих ребят, которые имеют прекрасный вкус, хорошие фотографии, но у них не получается раскрутиться здесь и они уходят на другие работы, потому что ты не можешь долго не есть, тебе нужно что-то зарабатывать на жизни, ты разочаровываешься и оставляешь это как хобби или как перспективу, я тут сейчас заработаю и потом буду как-то развиваться. потому что Лос-Анджелес видел все и фотографиями уже как будто не удивишь. Из-за этого непонятно, как таким ребятам сейчас развиваться. Понятно, что в начале, когда индустрия только развивалась, такая там фотография, появлялись только фотографы, например, с фэшн-съемкой, с портретной съемкой, было не так много, им легче было пробиться. А как действовать вообще ребятам, которые только-только начинают это делать здесь? Да, кратко скажу, что в России у меня опыта не было и я не знаю, как вот все происходит там, но что поняла я здесь, да, во-первых, очень много людей, я не знаю, каждый день они приезжают или нет, но я тоже сама когда-то приехала сюда 9 лет назад и из-за того, что тут такая огромная масса людей из разных стран, разных профессий, именно поэтому здесь очень много конкуренции и получается, все приезжают там без связи, без знакомств и именно поэтому какие-то есть бесплатные съемки, что, мол, типа, тебе же надо портфолио строить, тебе же надо там знакомых находить, да, и тебе кажется, что ты сейчас снимешь этого человека бесплатно и он тебе приведет кучу клиентов, а получается, что ты его снял бесплатно, он потом опять к тебе хочет бесплатно и, ну, если ты будешь продолжать это делать, к тебе будут приходить те же самые бесплатные клиенты, которые, по сути, вот приводят к этому тупику, что тебе нечего есть, точнее, не на что, да, и ты думаешь, ну, наверное, фотография это уже не мое, там, из-за конкуренции, то есть, действительно, старт в этой стране, не в этой стране, но просто старт, он непростой, и еще, когда, да, не только приезжие думают, что, о, они зарабатывают 200 в час, это класс, я тоже так хочу, мол, типа, ой, мне надо было быть тоже фотографом, вот я часто такую слышу реплику, но люди не знают, что ты 7-8 лет, только как бы, ну, сейчас к этому начинаешь подходить, что у тебя вот есть работа, они-то видят, что у тебя просто есть работа, и ты берешь 200 в час, и ты вообще там в шоколаде, да, но вот именно вот этот вот момент становления они пропускают, и бывает, да, вот спустя там уже человек лет 8 он в Штатах, он смотрит, ага, у него так все классно получается, а я тоже возьму, так, сейчас камеры там доступны, в том плане, что, конечно, там и за 3000, да, можно назвать там доступной камерой, но все равно человек зарабатывал на другой работе, решил стать фотографом, покупает камеру, начинает снимать друзей, а все, а дальше оно останавливается, и, наверное, из-за конкуренции, я честно не знаю, почему вот вообще этот феномен есть, но на самом деле тут даже говорят инстаграм не так работает, то есть ты там можешь выкладывать, хэштеги, да, оно работает, но не настолько, нету такого эффекта вау, может быть потому, что американцы приучены там смотреть гугл, они приучены смотреть елп, да, где там выкладывают на тебя ревью, к примеру, отзывы, может быть поэтому, то есть, чтобы тебе найти вот ту клиентуру, платежеспособную, которую ты хочешь, да, ни инфлюенсеров, ни блогеров, ни знаменитостей, которые, собственно, больше такое, как портфолио, да, бесплатное, тебе нужно в другую среду, в которой тебя нету, в том плане, что в гугл, да, то есть у тебя нету аккаунта гугл, у тебя там нету ревью, а вот много платежеспособных клиентов именно там, и поэтому получается, и там надо платить рекламу, потому что там-то тоже уже костяк сложился, этих вот фотографов, которые с базой, которые с опытом, которые уже с деньгами, потому что они начали гораздо раньше, и вот благодаря этому происходит застой, что ты не хочешь платить за рекламу, а тебе и нечем платить за рекламу, и вот это вот происходит такое телепание, что ага, я тут выкладываю инстаграм, тут по хэштегам, что-то приходит, что-то не приходит, да, и получается маленькая сумма, даже если ты будешь брать по 200 в час, получается все равно маленькая сумма, которая не дает тебе выжить, и человек потом, получается, приходит в такой тупик, что думает, вот это не мое, это вот то, что ты говорила. То есть получается, нужно просто искать другие точки распространения своей деятельности, да, себя как автора. То есть если это, например, какой-то цветочный салон, да, ты можешь выставить себя вот на какую-то активную улицу, да, где тебя могут увидеть, то будучи фотографом, это все интернет, то есть люди постят фотографии тоже в интернет. Да, очень там прекрасно работает сарафанное радио, но все равно не в тех объемах, которые ты бы хотел, чтобы это там тебе приносило достойную зарплату, к примеру. А на сколько работает, если ты, например, найдешь какого-то инфлюенсера, даже, ну, условно, ты хочешь работать с американской аудиторией, потому что русскоязычная аудитория тоже не готова дорого платить за фотографии, потому что в нашей культуре, ну, в целом такого нет, мы сделаем фотографии прекрасно, не знаю, на портрет в телефон, который сделает подруга, и можем этим довольствоваться, немногие заказывают. И если человек хочет выходить на американскую аудиторию, он же может найти инфлюенсера, не знаю, 150, 200, 300 тысяч аудитории, и сделать для него, например, какую-то съемку бесплатно за отметку или за какую-то рекомендацию. Это работает здесь именно или нет? Наверное, вот прям отметки я бы не советовала. То есть, да, конечно, например, я, будучи, зная, как это все работает, я нажимаю и смотрю, кто кого отметил, кто сделал эту фотографию, да, большинство людей может это не заметить, или там маленькую подпись в конце поста тоже могут не заметить. То есть, нужно как-то, наверное, более четко выстраивать работу, даже если она вот TFP, да, неоплачиваемая, нужно выстраивать так, чтобы это был, наверное, какой-то отдельный пост рекомендации. Тогда, может быть, он сработает. И, наверное, честно говоря... С акцентом на фотографа. Да, с акцентом на фотографа. И, честно говоря, это, опять же говорю, может быть, это только здесь, может быть, это только мой опыт. Не знаю. Но со своей точки зрения скажу, что вот 100-150 тысяч подписчиков не работает. А русские знаменитости, которые ты снимаешь здесь, они тебе тоже не приносят тех клиентов, которые здесь. Они приносят только тех, которые там. и получается, что их же подписчики, даже сколько там бы не было, они все равно не все здесь. И не все сюда приедут или доедут. Поэтому тоже такая палка о двух концах. Это как бы и классно в портфолио, а с другой стороны, оно здесь-то тебя не продвигает. И в какой-то момент ты устаешь от этого бесплатного, от бесплатной работы, от бесплатной съемки. И, наверное, конечно, если снять там Ким Кардашьян, вот это сработает. Ну, это мне кажется. Что-то такое очень крупное, потому что, говорю, я была уже и на фэшн-шоу, и мы делали благотворительную съемку для девочки-инвалида, которая очень хотела быть моделью. Она парализованная, но вот у нее мечта быть моделью. Мы делали классную съемку, там было два или три фотографа, видеограф, макияж, дизайнер, в общем, все. Мы снимали дом, к нам приезжали, опять же, новости, все это выкладывали про нас. Это все классно, но в портфолио. Вот даже такой огромный проект, который попал на ТВ, он вот, как бы, в принципе, остался просто в портфолио, что вот, ну, классный проект, такой вот благотворительный, прикольный, но все. То есть, всем, в принципе, пофиг. Ну, то есть, как идея просто, например, написать всем менеджерам знаменитости, просто вот не ожидая от них ответа, сделать, не знаю, рассылку ста таким знаменитостям, и если вдруг кто-то из них захочет, тогда уже отдельно, при условии, что понравится фотография, попросить сделать какую-то интеграцию, например, в посте, ну, или в Сорисе рассказать. Я снимала Марику, Марика Кравцова, помнишь, на MTV, ведущая, очень прекрасный человек, такая лучезарная, мы с ней, наверное, делали три съемки, вот, вообще, наверное, плюс в том, чтобы снимать известных людей, они, как минимум, очень фотогеничны, и они умеют себя показать в кадре, поэтому, как минимум, для портфолио, это очень классная штука, и ты еще знакомишься с этими людьми, и очень много из них очень действительно классных, и у которых есть чему поучиться, и очень приятно пообщаться. У всех разный путь к успеху, ты можешь пытаться скопировать, наверное, хоть кого, но так все равно не получится, то есть, да, я скажу, снимайте инфлюенсеров, у кого-то получится, у кого-то не получится, да, то есть, там, я себя в этом тоже не сильно нашла, скажу, рекламироваться в Yelp, у кого-то тоже не идет, да, у кого-то провал и слив денег, у кого-то пойдет это, ну, стихия, и вообще, как бы главное, что ты снимаешь, то есть, определиться в сфере, которую ты снимаешь, и двигаться в ней, потому что я говорю там про свой тип съемок, кто-то семейный фотограф, кто-то свадебный, это немножко вообще уже другой мир и разные пути продвижения. Как ты чувствуешь, вообще сейчас много ли фотографов нуждаются в такой услуге, в студиях, по твоим клиентам, у тебя может быть просто есть постоянные, которые не меняются, но нет приходов новых, например, или наоборот, есть приход новых и при этом и постоянные от меня остаются. Ну, вот смотря, что они снимают, то есть, во-первых, если это плохая погода, 100% человек уже начал думать, ага, что я могу сделать, и, наверное, нужно помещение, чтобы было максимально комфортно, у нас, у нас, конечно, зима в Лос-Анджелесе не настолько суровая, но все равно бывает дождь, бывает там, не знаю, пасмурно, холодно, промерзгло, да, то есть вот зима, наверное, вот за счет этого выезжает, что как бы не происходит такого какого-то упада, а летом, наоборот, просто на самом деле больше работы, и несмотря на то, что люди уходят снимать на улицу, все равно, примерно, та же как бы группа, сумма людей остается и приходит в студию, и вот, например, если я там, когда была без студии, я снимала портреты, да, я их снимала под мостом, где там ровный свет, и такое создается ощущение, что как бы, как вот от софтбокса, да, вот ровный свет без жестких теней, и вот мы снимали так, да, с другой стороны, к тебе приходит какой-нибудь юрист, и ты вот такой, пойдемте под мост, желательно еще под тихий, да, чтобы там, ну, постоянно не ездили машины, и получается, ты вроде бы как бы растешь и хочешь брать больше денег, за эту работу, а с другой стороны, ты приводишь человека под мост, и он как бы, ну, не понимает, почему он должен платить столько денег, когда тебя под мостом снимают, я извиняюсь, да, и вот если это портреты, то у нас, да, люди приходят сюда, спокойно, пять часов, они четыре часа могут снимать одного человека, это актеры, разные специалисты, вот предприниматели, всем, кому нужны профессиональные портреты, либо вот, на портфолио, либо на веб-сайт, визитку, имейл, вот для таких целей, также лукбуки, да, есть, конечно, это не тематическая уличная съемка, тоже любят приходить в студию, где все спокойно, и вот человек снимает, работает, семьи, особенно если, это вот Новый год, у нас фотографы постоянные бывают, снимают там два-три дня, они делают полную запись, и вот снимают семьи, спокойно, без раздражителей, мы отдаем им все помещение, и они даже, наверное, может быть, говорят, что это их студия, потому что, ну, мы им не мешаем, они нам платят посуточно, и спокойно занимаются своим делом, и мы, в принципе, за это время у нас голова вообще не болит, то есть мы можем взять перерыв, отдохнуть, и спокойно жить. У тебя вообще нужно сказать, что у тебя достаточно большая студия, есть вот эта зона, в которой мы сидим, где меняются фоны, есть зона, где ты выставляешь декорации, там на белом фоне, на белых стенах, есть зона для мейкап-артистов, которые приходят сюда, и могут помогать тебе для, там, не знаю, с фейзажем, например, для своих моделей, и есть такая зона, где, видимо, администратор твой сидит, поможет тебе сидеть, и всегда можно там посидеть, подождать, выпить кофе, и я просто хочу обозначить, что это не просто, да, вот это вот место, в которое люди приходят, у тебя здесь есть целая атмосфера, условно, твоя инфраструктура, в которой ты находишься. Когда я попала к тебе в студию, мы снимали съемку для журнала, и это была добровольная съемка с моей стороны, с твоей стороны, со стороны стилиста, мейтажиста, которая пришла, тоже помогала. Скажи, пожалуйста, для чего ты делаешь такие бесплатные съемки для всех, ну, получается, для меня, да, у меня есть какие-то портреты, например, интересные, которые бы я не получила, не портреты даже, просто арт-съемка, которая бы не получилась у меня без этого, пусть стилиста не было, например, такого опыта, который ты дала, но при этом ты делала это бесплатно, делала для определенного журнала, и то без договоренности с этим журналом, потом пытаясь, да, продать эту съемку в журнал. Для чего ты это делаешь и насколько сложно вот такие бесплатные вещи потом отдавать в журналы? Зачем я это делаю? Я делаю это, не могу сказать, что только для моего портфолио, потому что, чтобы убедить группу людей работать целый день на какую-то идею, эта идея должна быть интересна каждому. Вот. И когда мы приходим к согласованию, что, о, это суперидея, нам она нужна, такого у нас еще нет в портфолио, и мы начинаем над ней работать. Потому что, например, я хочу вот на данный момент, да, уйти в бьюти-съемку, да, там крупные планы, хорошая кожа, да, вот эта вот обработка прямо такого качественного контента. У меня его нету, и клиент такой на самом деле, ну, вряд ли придет, пока ты ему не предоставишься, вот пример, что у тебя уже есть такая наработка. А так как обычно люди приходят, там даже те же самые специалисты, неважно, где я снимаю, на улице или в студии, у них вот своя цель, да, и мы работаем над целью клиента. Потому что он к тебе пришел, он тебе заплатил, и вы работаете для решения как бы его проблемы. когда я понимаю, что вот я хочу что-то конкретное в портфолио, и по-другому это никак не получить, то ты начинаешь участвовать в таких вот творческих съемках, когда вот все желающие собираются и начинают творить это вместе. И вот в зависимости от того, куда это, зачем и что, чего не хватает, мы начинаем придумывать съемки. А если, например, попробовать ассистировать фотографу, который уже работает в таких журналах, и таким образом познакомиться со всей командой журнала, и может быть с ними подружиться, и уже получать от них съемки, может быть сначала на мелкие какие-то заказы, потом уже вырасти там. Это 100% классная идея, и на самом деле очень много можно куда пойти, если ты уже в Америке легализован, у тебя есть документы, ты вот с рабочими документами на руках, много куда можно пойти работать, точнее, может быть, постараться устроиться туда. То есть я знаю, у нас одна классная фотограф, которая делает портреты актерам, она работает на съемочной площадке, то есть бэкстейдж фотографа, и у нее там примерно такая полная занятость, то есть это как одно из направлений, вот работать на ТВ-шоу, снимать там контент. Ну, опять же, я не хочу туда, честно говоря, идти, потому что это полная занятость, и так как я уже на себя очень много чего набрала, даже ту же самую студию, которую все равно нужно там подправлять, кто-то не может выйти, мне приходится выходить там, подстраховывать, не так часто, но бывает. Поэтому, если будет там расписание, как бы как-то серьезная, да, такая официальная работа, и здесь-то вроде бы как президент своей маленькой, да, но компании, то будет конфликт, и это будет такой экстра-стресс, у меня такое уже раньше было, и я решила вот не нагружать. И опять же, так же с фотографом, то есть ты должен быть полностью вовлечен в его дело, в его жизнь, и на свои как бы дела у тебя времени не останется. Это классная идея, но смотря, опять же, как много они это снимают, как много они думают, вот на данный момент это все как-то, знаешь, так было не время, там сначала не было студии, ты еще такой думал, а надо тебе это или нет, потом появилась студия, ну карантин, ты тоже, ну не знаю, возможно просто жизнь как-то ведет все равно тебя своим путем, я в это верю, то есть, как говорится, ты поставил цель, и уже немножко можно расслабиться, что жизнь тебя сама туда выведет, как вот со студией, то есть вообще не было никакого напряжения, то есть, да, если, например, в журналы посылаешь, ты напрягаешься, со студией это все было очень естественно, и, наверное, это была судьба, что как бы так сложилось, легко, без препятствий, и вот так, как надо. Получается, как и в любой другой деятельности, ты просто посещаешь какие-то мероприятия, и везде позиционируешь себя, например, как фотограф, как владелец студии, и, возможно, кому-то как раз такой человек и нужен, они искали условно нового человека, с которым они могут поработать, увидят, зайдут к тебе на страницу, увидят твою работу, тогда пригласят, таким способом, да, двигаться медленно, он гораздо не такой, не в лоб, да, способ, гораздо спокойнее, но при этом ты не будешь постоянно в стрессе, что я должна туда, вдруг мне не возьмут, и думать еще, распыляться на что-то такое. Ну да, как-то, наверное, такой более плавный путь, ну, к примеру, я ходила на LA Fashion Week, снимала там, и на самом деле, то есть тоже от сезона к сезону зависит, наверное, твой успех, понятно, что дизайнер, которого ты снял, он возьмет твои фотографии, отметит, да, опубликует, но на самом деле это тоже очень мало, что приносит, когда просто дизайнер твои фотки опубликует, но было классно, что вот я снимала, 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 куда-то загрузила, выложила, а потом я написала новостное агентство Fox, Fox LA и ABC, что-то там есть, Но есть Fox News, есть просто отделение в разных городах. Да, местный. Написала, да, телеведущая, она говорит, слушай, мы делаем вот контент про эту модель, нам вот нужна твоя фотография, нам нужно твое разрешение, и это действительно классно, профессионально, когда, да, вот они могли бы просто взять, я даже бы не увидела, что они это опубликовали. Если бы ты увидела, ты могла бы подать на них сон, это было бы гораздо дороже им стоить. Да, вот это вот немножко различия, ну, каких-то солидных издательств, да, вот они написали, я говорю, да, классно, вот теперь эта фотография висит, там она была и в выпуске, она и на сайте написана, и это было приятно. Вот, были какие-то еще более мелкие, хотя, может быть, для меня они просто мелкие, да, тоже такого рода публикации, которые ты думал, ну, вот не зря сходила я на фэшн-вик, что вот такие какие-то вот приятные моменты возникли. Ну, и в любом случае, ты можешь знакомиться там с моделями, звать потом их на платные или бесплатные съемки, с дизайнерами, да, потом снимать, лукбуки, ну, в общем, в принципе, интересная тема, тоже как одно из направлений развития. Ну, ты сейчас видишь перспективу свою как фотографа, перспективу своей студии развития. Понятно, может быть, это медленнее происходит, чем ты хотела, но хотя бы ты представляешь, куда это может прийти, и ради чего, собственно, ты сейчас там заморачиваешься, что имеешь и съем, и студию, и пытаешься найти клиентов, и сама работаешь. Да, на самом деле очень классно, потому что вот бывает там нет настроения, да, там по разным причинам, по разным событиям, и бывает, что даже там не хочется идти на работу, но когда я прихожу, я попадаю сюда, вот вовнутрь, даже бывает залажу на лестницу, и на лестнице меня просто ошарашивает, что как бы, блин, а я счастлива, вот прямо я классно себя чувствую, я рада быть здесь и сейчас, и вот бывает на лестнице, как бы надо крепко держаться, потому что, да, почему-то порой происходит именно такое осознание, именно там, наверху, и, наверное, вот из-за такого отклика, да, внутреннего, все какие-то там мелкие проблемы, они ни по чем, и ты видишь цель, тебе главное, что ты кайфуешь, то есть как бы тяжело идти на ту работу, которая, мало того, что там, ладно, может быть есть цель, но это как бы как каторга каждый раз, а тут у тебя действительно такой, внутреннее воодушевление, и вот именно оно дает, как бы силы, даже на этом этапе, ты думаешь, блин, классно, вот, ну, и люди классные приходят, то есть ты сам меняешься, у тебя растет опыт, и люди к тебе такие же притягиваются. А ты вообще не видишь, что сейчас эта профессия немножко изживает себя, объясню, много телефонов, все постоянно улучшаются, объективы улучшаются, камеры улучшаются, люди начинают понимать, как лучше фотографировать, очень много режимов, съемки на телефонах, и тебе просто друг может сделать кучу портретов, и ты условно этим пользуешься, еще в течение года, не видишь ли ты потери клиентов, и что, ну, вообще фотограф с профессиональной камерой остается без работы из-за этого. Вот смотри, смотря, наверное, в какую вот нишу пойти, то есть если уйти в лайфстайл, действительно клиент скажет, ну, я же такое могу на телефоне, да, друга попросить снять, я даже сама советую иногда, что, ну, ребят, вот вас там моя цена не устраивает, то же самое, контент для инстаграма можете снять себе на телефон, но клиент и понимает, что это практически примерно одинаковое качество, ну, на фотоаппарат все равно лучше, и он хочет на фотоаппарат, но платить он не хочет, потому что, как бы, вроде бы и айфон есть, то есть опять же, в какую ты сферу пойдешь, если ты работаешь уже с профессиональными портретами, с риэлторами, докторами, кому нужен на веб-сайт, нужно на билборд, да, кому-то, или на рекламку, то им нужен качественный портрет, и, к сожалению, и к радости на телефон, то есть, к сожалению для них, к радости для нас, на телефон это не подойдет, потому что все равно, у айфона, какое бы качество не было, у него все равно, какой-то определенный, знаешь, вот есть... Лимит, за который он не может выйти? Лимит и качество, то есть, ты начнешь печатать, оно все равно будет видно, что-то не студийное, не качество, не обработанное, вот, то есть, смотря что, вот портреты, и именно вот эти вот еще актерские портреты, это нужен фотограф, и вообще там, знаешь, такая тема, что актеры даже ходят к конкретному фотографу, потому что этот фотограф, ну, во-первых, видят, во-вторых, он постоянно снимает актеров, его знают актерские там школы, и кастинг-агентства, если ты идешь кому-то просто там за низкую цену, они видят, что это не то качество, не так снято, не тот фотограф, они тебя могут не взять, и они идут, платят 800 долларов там за три фотографии, вот тому крутому фотографу, потому что его хатшоты работают. Ну, получается, специфика еще и фотографа здесь, что он может начать фотографировать актеров, а они с каждым днем прибавляются, и каждому нужно портфолио, оно должно обновляться с разными образами, эмоциями и так далее, и при этом делать, чтобы оставаться в этой нише, делать это настолько хорошо, чтобы даже хорошему актеру не испортить попадание на какой-то кастинг. Ну да, так скажем, крутой актер к начинающему не придет, потому что, во-первых, кастинг-агентство его отправит к своему фотографу, я скажу так, у каждой ниши свои нюансы, и еще и знакомства на это тоже влияют, да, такие там незаметные, сторонние, вот про свадьбы, я вообще никогда свадьбы не снимала, у них тоже своя ниша, своя специфика профессии, ну, в общем, многогранная вот эта сфера, не знаю, насколько это в России, потому что я смотрю, у меня знакомые фотографы, они совмещают и свадьбы, и в то же время лукбуки в студии, и семейную съемку, и Новый год, и у них это как-то все органично получается, здесь такого нет, да, американцы любят конкретику, если ты снимаешь портреты, ты не можешь снимать свадьбы, ну, ты можешь, но для них это, особенно для американцев, это очень странно. Получается, они тебя позиционируют, как непрофессионалы, да, если ты распыляешься, условно, на несколько ниш. Ну, да, они же американцы, они их с детства затачивают, вот, на какую-то конкретику, да, на узкую специализацию, мы, по крайней мере, в России, я могу судить в России, так как я там жила, мы такие, я умею все, ну, очень много таких людей, которые и тут, и тут, и там, поэтому для американцев это вообще странно, что, ну, если ты снимаешь актеров, такие фотографы снимают только актеров, то есть у них в портфолио там только актерские хэдшоты, они даже, конечно, не могут снять коммерческие портреты, другие, которые все равно, как бы, ну, все равно портреты, но ничто другое, то есть арт они уже не могут выкладывать туда, что я вот как бы и хэдшоты актерам снимаю, тут у меня арт-съемки, там, арт-фэшн-съемки, например, в своем аккаунте я там и пытаюсь как-то, я не все выкладываю, вообще далеко не все, наверное, выкладываю один процент того, что я снимаю, потому что я пытаюсь сделать вот именно то, что будет понятно американцам, такую детализацию, да, что я там снимаю только арт, к примеру, там, арт и фэшн, и все, там, семьи, у меня табу, нельзя выкладывать семьи, да, даже там, у меня есть съемки, я их не выкладываю, потому что это все приводит в замешательство потенциальных клиентов, и чем как бы крупнее ниша, точнее, не крупнее, чем как бы ты круче становишься как фотограф, тем более локальным таким, детализированным ты должен становиться, вот в этом вся специфика именно вот в штатах фотографии, а мы приезжаем, да, как почему, почему еще не успех у наших ребят, ну вот в начале, здесь имеется в виду донизм, да, 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 потому что, опять же, там люди совмещают свадьбы, и портреты, и семейную съемку, и лукбуки, да, дизайнерские, а тут так начинаешь выкладывать, и клиент просто сходит с ума, и он не знает, что ты снимаешь, то ли семью, то ли лукбуки, то ли вообще арт, вот, поэтому, наверное, это тоже очень важный показатель. Саша, спасибо большое тебе за время, ты показалась в студию, мне кажется, мы столько дали для начинающих моментов, в которых они могут начинать здесь развиваться, и объяснили, почему иногда это не получается, какие ошибки я не допускаю, я в начале своего пути, спасибо большое, что пустила в студию, рассказала, и, ребят, я оставлю, естественно, все контакты Саши, если вдруг вы будете в Лос-Анджелесе, то, пожалуйста, very welcome в ее студию, арендуйте, снимайте, приглашайте ее как фотографа, подписывайтесь на этот канал, подписывайтесь на меня, и не забывайте, что у меня еще есть телеграм-канал «Приехать в США», где я, в отличие от Ютуба, нахожусь каждый день всегда с вами на связи, на какие-то детальные вопросы тоже там отвечаю. Все, а я продолжу рассказывать о бизнесе и профессии наших русскоязычных ребят в Штатах, поэтому оставайтесь со мной. Все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok